Всем привет, вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество за Россию-Матушку проходить Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним обновлением, с новым режимом Варварские Кланы. В принципе, если вы случайно остановитесь на это видео, то можно ничего не делать, но я бы вам рекомендовал перейти к первому видео. Все-таки лучше смотреть с самого начала все вместе. Ну а спонсоры канала уже побыли тестерами и в первых трех видео увидели видеографические проблемы, поэтому я для них перезаливаю сейчас эти видео. Вы уже позже намного посмотрите это все, но там были проблемы, к сожалению, перезаливаю. О чем вам это слушать? Давайте я перейду, собственно, к игре. Вышли в нормальный век, это у нас Возрождение уже. Правда, все тоже практически вышли. Эмбиотрикс вообще как-то в темные упал. Ну, понимаете, наверное, исход евангелистов. Попробую пообращать города Галла, пожалуй, немножко слегонца. Так, что мы открыли? Что мы сейчас открыли, интересно? Книга печатания ускорили. Виктор в Смоленск прибыл. Тут и так он растет. 8 из 19 и плюс 4 счастья. Тут у нас работает спецназ, а именно Инквизиция. Лучший способ защищаться чужой религии Инквизиция, потому что они дешево стоят. Да, придется потратить одного апостола, но оно того стоит. В итоге. Так, в Соликамске я хотел промышленную зону. Чтобы она еще, видите, соседство этой лавре давала. Тут, наверное, после дамбы... А, у нас не хватает жителей. Ну, подождем. Мы подождем. Так, я открыл монархию. Нет, теократию. Конечно, мы принимаем теократию. Естественно. Так. Вот. Мы выяснили, что у нас, оказывается, теперь... Блин, где оно тут? Ремесленники. Соседство промышленной зоны. Теперь военная карточка в прошлой серии. По-моему, отлично. И, пожалуй, я бы ветеранство поставил. Это на строительство... Опять, до сих пор, видите, написано военных лагерей. Но, еще раз повторю, это и на гавани работает. То есть, это плюс 30% производства при создании гаваней и зданий в таких районах. То есть, верфями сейчас будем строить по 30% быстрее. Давайте вообще подумаем... Ну, юниты я не хочу сейчас апгрейдить. Довольство в городах с гарнизоном возможно. Ну, то есть, я верфи хочу строить, поэтому... Эта карточка будет в тему. Так. Соседство промышленных зон. 10. 6. Тут будет тоже 10, когда дамба достроится. То есть, вообще кайф. Давайте проверим, что верфи на самом деле... А, блин, слушайте, у меня включ... О, боже. Ненавидно. Если у меня включился... Вот, тоже фераксис руки оторвать за это. Я, конечно, понимаю, вы можете сказать, что это не фераксис, но у меня включился мод сейчас на интерфейс. Почему-то у фераксис сделано так, что если мод обновляется, то он автоматически в игре включается. Давайте я сохранюсь. Сейчас придется сохраниться, выключать мод, идти обратно. Я не хочу, чтобы у меня тут моды какие-либо... Все, вернулись к истокам. Я понимаю, что если обновился... Вот, сегодня, собственно, он обновился. Через день после выхода патча. То явно он уже оптимизирован к этому патчу. Но давайте смотреть, как игра выглядит без всяких модов. В этом тоже идея прохождения на божестве. Именно для того, чтобы никакие побочные моды не мешали знакомству с оригинальной игрой. Так, я хотел глянуть, что... Показать, что на верфь тут будет действовать 30%. Так, а как это лучше? Ну вот, смотрите, 13 производства. Да, по идее, если 13 производства 145, то, как вы понимаете, больше 10 ходов должен строиться. Потому что 10 ходов это 130 производства. Даже 11, 130, 143, даже 12 ходов должен быть строиться в верфь. Но надо строиться 9, потому что плюс 30%. Но здесь я не буду верфь строить. Это просто чисто показать. Так, поехали дальше. Тут мы всякие делаем... Производство увеличиваем в Новгороде всячески. Смотрим, что у нас тут в Смоленске обрабатывается. Ну, вот эту клетку я бы уже не обрабатывал. Так, давайте тут микроконтролем займемся. Вот это немножко мусорная клетка. Потому что 2 еды, 1 золото. Лучше уж, например, 1 еду и 4 производства. Или вот 1 еду вот сюда лучше включиться. Это на рост мало повлияет, а вот на производство... Так, 5... Ну, лучше 4 золота. Давайте так. Я просто смотрю, куда мне рабочих отправлять. Надо отправлять эти клетки, которые город обрабатывает, но они рабочие мне как так. Так, тут вроде все пока норм в Соликамске. Тоже все норм. Ну, надо в Казань, Кронштадт, вот туда. Камень обработать. Да, давайте, наверное, на камень отправим этого. Этих... Тут дорог нету, к сожалению. Так, может мне еще купить на всякий случай? Ну, мне кажется, один апостол погоды не сделает. Петроград так будет, пускай, будет иудейским. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По идее... Не успел я теократию ускорить, да? Блин, там задание было у какого-то города. Так, аютхай обратить в веру. Осадная тактика. Великого музыканта. Великого писателя. Вот писателя, кстати, мы наймем. Обратить в веру на Ланду. Кстати, тоже. Давайте мы, наверное, миссионера. Тем более, это очки эпохи нам дает. Давайте в Киеве. Поведем к Ноланде, а там можно и, в принципе, гальскими городами заняться. Эль Мирадор. Такие названия-то. Не очень майянские. Ну, понятно, что это по испанским захватчикам. Но все равно выглядит... Ну, это как и города у скифов тоже странные названия. Потому что они, типа, по стоянкам, которые... Никто что не знает, как у скифов на самом деле назывались. И были ли города вообще у скифов? Потому что это чисто такие стоянки кочевников. Блин, может, мне тут надо было совместную церковь поставить. С другой стороны, как бы, веры у меня и так дофига. Может, союз с Колумбией заключить, чтобы ускорить дипломатическую службу. В принципе, я с ним сейчас точно воевать не буду. Да, давайте-ка, сей делегацию отправим. Так. Давайте, наверное, экономически. Мне кажется, туда добегают у меня караваны вполне. Два золота однократно хочет. Ускорили дипломатическую службу. Так. Все еще ни у кого нету никаких ресурсов, да? Это смешно. Вот это вот один ресурс у всех. Это просто очень странно. Так, неизвестный город. Так. Писателя, музыканта. Вдохновение дипломатическую службу. Вызвал только что. Получил посла в Занзибаре. Обратите Айтхай в веру. Вдохновение для социального института реформации. Ну, я его открыл, в общем-то. Отменился, поэтому так. Подождите. Блин, только что хотел что-то глянуть, поторгать, и все, вылетело из головы просто на ровном месте. Так, универы. Два универа. Ускорено, да? Открываем книгопечатание, чтобы дипломатическую видимость увеличить. Ну, и вообще, как бы, в военную науку. Две бомбарды я не сделал. Мне нужен рыцарь. Для рыцаря мне нужно здесь построить... В Киеве. Ну, после дамбы, естественно, буду строить... Часовню великого магистра. И построю, что у него великого магистра. Куплю здесь рыцарей, пойду... Блин, я, наверное, не успею рыцарям добежать. Наверное, даже в этом городе куплю скорее. Там, у меня тут еще два города едут основываться, кстати. Так, в Тикси. Ну, растет. Когда он вырастет до семи, тут, конечно, гавань буду строить. Тут, собственно, больше нечего. Ну, продолжаем. Стоит у меня карточка на плюс два к строителям. Да, продолжаем просто тут строителей создавать. В Тикси просто больше нечего делать пока что. Смоленск. Храм, водяная мельница. Нет. Промышленная зона, центр коммерции. Хм. Ну, давайте катапульты построю. Будем Самарканд тогда брать. Видимо. 14 золота в ход. А можно вот без... Хотя право прохода... Ладно, давайте посмотрим, может она больше даст. Больше не даст. Ну, в принципе, кстати, меня устраивает эта сделка. Цитрусовых у меня немерено. В смысле? Ты сама только что предложила. Это что за приколы начались? Сама 14 в ход предлагала, теперь сделать более ранее. Они что-то сломали... Ну, они еще в прошлом патче мы это сломали. Какая тварь мне стала ломать промышленные зоны. Ну, в Смоленске, правда, не самая крутая. Прямо скажем. Но все равно неприятно. Так. Производство и приобретение военных юнитов давайте, естественно, снижено за веру. Почему я сейчас туда так вложусь конкретненько. И 100% при отправке в него... Ну, давайте... В религиозный. Ну, и в прошлый раз религиозный прошел, но мы так и не воспользовались этим. Ну, давай. Давай, снижено за веру. Давай. Снижено 50% производство. Ну, в принципе, тоже норм. И 100% культурный. В Айтхаю, что ли, отправить? Увеличивает на один уровень дипломатическую видимость всех других цивилизаций. Так, ну это мы открыли. Это мы молодцы. Так, больше он тут пока не распространяет религию, да? Давайте вообще проверим. Тут нечего убирать, нечего убирать. Ну, могу еще иудаизм в Смоленске еще раз убрать. Инквизиция работает только в своих городах. То есть вы можете только в своих городах убирать. Что, в принципе, имеет смысл. В Соликамске, по-моему, все, что надо, обрабатывается, да? Нету каких-то мусорных клеток прямо. Хорошо, пожалуй, в Казани-Новгород отправим. Ну и в Кронштадт. Катапульта. Слушайте, а когда этот поломан... А, так они только мастерскую мне сломали. Ну, мастерская норм. Мастерскую можно пережить. Мастерская-то три производства. Если б сам... Саму промышленную зону поломали, тогда бы я беспокоился. Да, сюда поплыли. Следовать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще... Пять цивилизаций где-то прячутся от меня. По уголкам за каулочком. Наверное, кстати, Смоленска вот тут надо будет... Я хотел, конечно, театральную площадь в Киеве, но, скорее всего, от Смоленска здесь... Я понимаю, что можно было попробовать за Россию культурную победу делать. Ну, кстати, блин, ладно, еще подумаю. Может и надо. Так, значит, от Киева я хотел ехать в Ноланду. Обращать ее. О, там где-то... Подожди, это кто у меня? У меня Авидий Гомер исследует, а это у нас... Руми. Я не знаю, кто такой. Это какой-то персидский. Судя по имени. Блин, тут еще столько территорий. Можно к ним сюда поскакать. Вот тут еще у нас... Ладно, сейчас я... Поставлю город и пойду к ним собирать все эти... Руинки. Замки... Ну, конечно, надо с тремя, чтобы рыцарей можно было бы... Еще и пастбище плюс одну пищу. Рыбацкая лодка плюс два золота. Ну, кстати... Тоже бы открыл потом. А дальше уже пошел бы... Оружейная... Ну, все-таки без двух бомбард я бы в военную науку так пошел напрямик. Так, через сколько он пишет тут будет? Через 10 ходов. Успею ли я вообще прибежать туда через 10 ходов? Чеченицу. Апостола не буду покупать. Я бы сейчас уже... Ну, как всегда, на центр города оставлял. Тем более, сейчас два новых города. А вторых, на покупку... Великих людей. Вот это ошибка в очередной раз. Убеждаюсь. Потому что сейчас художника фиг знает, когда они набьют. А я пока они не набьют художника, я не смогу следующего взять. Просто. По идее, как эти караваны в Колумбию у меня должны добегать. Блин, у Гала 207 сил. Даже меньше, чем у меня. Опять крупное наводнение, я так понимаю, в Наске. Так. Плюс 50% производства к шпионам. Ваши торговые пути к союзнику. Но у меня пока вообще ничего не бегает в Колумбию, в принципе. Видите, свою водительную, священную вообще позволяет создавать шпионов. Ну, я бы пока не менял. Ничего. Мне кажется, Вавилон начинает нагибать галлов. 207 против 439. Они же в войне, я надеюсь, до сих пор. Ага. Может мне пойти галла с другой стороны? Где он в науке? Ну, вот тут, да. То есть, в принципе, если мне выйти в моих казаков и их понакупать за веру, то галлу конец. Тем более, тут еще вон эти катапульты делают. Да, я лучше... Чего мне Самарканд трогать? Я вон галла сейчас распилю вместе. С Вавилоном. Так, вот этот холм в Казани относится, да. Инквизитор. Ну, наверное, сижу просто тут в Смоленске. Слушайте, или я выполнил задание Аккадо. Вот мне интересно. Я так и не понял. Ну, ладно. Так, валет-то... Валет-то держим. Еще катапульта. Ну, Алейзия... Даже катапультами и кавалериями, кажется, за один ход падает. Тем более, что я смогу тут в соседних просто клетках поставить... Ну, правда, две катапульты отсюда не будут стрелять, потому что холм мешает. Причем она не будет даже отваливаться по Лаянице, потому что три города вокруг. Ну, хотя, с другой стороны, тут столица. Ну, немножко, если только будет отваливаться. Еще руинка. Антона Нариву. Тоже, скорее всего, кстати, из лагеря, мне кажется, появилось, видите, всего два жителя. Так, Антона Нарива вроде тоже тут 2% культуры дает. Ну, у меня нету столько послов, что прям все города союзить. Сейчас, наверное, откроем картографию. Я просто проплыву этим писателем. У меня, кстати, писали в комментариях, что, мол, надо было оставить одну письменную работу в Киеве, типа, получать за это культуру и туризм. Я считаю, просто в столице... Мне пока некуда писателей, да, но есть одна... Блин, как-то тут не открывается. Между прочим, шедевр пока не взял. То есть у вас в столице всегда есть место для одной работы. У Конга их, по-моему, вообще шесть сразу. Для одной, вообще любой работы. Но дело в том, что вы можете найти в руинках реликвию. У меня пока только один храм. Хотя уже два храма. Я просто в тот момент, когда меня писатель обрал, у меня, по-моему, вообще храмов не было. Я думал, что я могу найти... То есть я оставлял место для реликвии. Она так бы пропала вообще полностью. Просто пропала бы. Одна письменная работа, это не такая же, знаете, большой бонус. Так, верфь, пищу и три производства. Ну, это за соседство. Ну, а мастерская просто три производства. Наверное, верфь лучше ставить. Тем более, у меня бонус к строительству. У нас просто соседство работает, восемь производства. Странно, такое ощущение, что... Одна вера за соседние районы и одна вера за... Я думал, побольше будет все-таки в этой лавре веры. Так, маяк. А, на построе маяк не хочу покупать. Дипломатическую службу открыли. Ну, пошли в морскую традицию. Кстати, в бонус соседства для гавани. Правда, опять же, нету... Нету места куда-то. Хотя я могу вместо крепостного права, на самом деле, потом поставить. Блин, там два хода. Ну, хотелось бы достроить уже. Там один ход открывается. Морская традиция. Ладно, давайте... Давайте начнем... Блин, я еще художника не взял, не ускорил гуманизм. Короче, вообще по максимуму слажался этим художником. Лишь бы не выйти в нормальный век. И в итоге все равно в него вышел. Давайте один ход гуманизм пооткрываем. Просто тупанул со всех сторон. Обещал галам отвезти войска. Хотя, на самом деле, у меня просто один конь там бегал. А все войска у меня рядом с галами так и стоят. 39 за 10 лошадей. В принципе, да, давайте. Еще и право прохода у меня этих лошадей в ход. Плюс 6. Это у меня за два хода все вернется. На производство хотят все равно производство где-то особо. Так. Ставим город, наконец-то. Тут сразу все в центре скупаем. Монумент, амбар и водяную мельницу. Чисто, чтобы город рос, как на дрожжах. И за денежки куплю даже строителя. Наверное, даже с кампуса начну. Даже не с центра коммерции. А давайте глянем, как у нас тут лавра. Да, плюс 6 вот тут. Может, с лавры? Че мне кампус? Что мне снег? Что мне зной? Что так? А где у нас промышленная зона? Нормальная нигде. Дамба тут нигде тоже не ставится. Так, а квиддук. Вообще, давай все-таки с лавры. Че я? Так, скаут поехал. Хотя я даже апну. Да, без карточки, но апну. Так, тут ставим. Первым континентом. Так, слушайте, ну в Сибири... Давайте, не знаю, в Новосибирском, Томском, чем угодно можно назвать. Ну, явно не Ярославль, согласитесь. Давайте Новосибирск. Потому что он новый в Сибири. Новосибирск в тропиках, блин. Так, сразу, значит, скупаем все в центре. Не знаю, стоят ли стены. Ну, давайте я... Давайте куплю 25. Тут пускай будут стены. Значит, конь сразу тагадымкает собирать руинки. А тут начну... Ну, тут с гавани все-таки. Тут гавань. И, пожалуй, стоит тоже купить. Ну, наверное, не хватит уже на рабочего. Да, 300 стоит. Подождем. Но рабочий там стопудово нужен. Так, я думаю, что 3 катапульты нам хватит. Так. Вообще бы мне после Новгорода... После Акведука стоило бы промышленную зону здесь ставить. А я там еще ничего не вырубил. Так, я тут подожду. Один ход. Чтобы уже плыть сквозь океан и пространство. Плюс одно население в Тикси. Вау. Просто вау. Как раз то, что мне требовалось. Хотя я даже гавань, наверное, сюда поставлю. И надо, наконец, вот этим рабочим не забыть бы начать аквакультуру обрабатывать. Соответственно, здесь мы морскую традицию открываем. я уберу карточку на плюс количество зарядов рабочих поменяю на соседство гаваней. Вказание. Вказание. Блин, тут реально или никакой... Может, тут военный лагерь поставить... Уж и реально тут ничего просто не... Ну... Давайте вот тут военный лагерь. В одном городе. Отремонтируем мастерскую. Он, правда, потерял свои войска в битве с Вавилоном. Поэтому у меня уже больше войск, чем у него. Его это будет радовать. Блин, что это за три апостола иудейских? Вы прикалываетесь? Что с Вьетнамом не так? Так, вот это ставлю. Морскую инфраструктуру вместо крепостного права. Вот я реально себя Петром чувствую. Он, конечно, крепостное право не отменил, но то, что он в морскую инфраструктуру стал вкладываться, когда пришел к власти, это точно. Блин, так кто-то сейчас не выберется походу Руми. Да, надо сюда куда-то плыть. Так, есть. Ну, наверное, в Ноланду у нас уже есть универы. Будут четыре науки давать. по две науки с каждого универа, то есть плюс четыре сейчас добавилось. Размещаем тут катапульты. Слушайте, я вот как-то не помню, а из военного лагеря он будет перестреливать? так, давайте я, наверное, тут скот соберу. Будет ли он перестреливать холм? А он из города перестреливает точно, если там стоять. блин, не добегает из Смоленска до Колумбии. меня надо в Самарабриву видимо отправлять. Уже насколько меньше науки дает, я уже догоняю кельта, гала, блин, гала, и уже намного меньше караваны науки дают. Самарабриву чтобы тут появился торговый пост и до Колумбии стало дотягиваться. Так, есть акведук. Дамба 12 ходов. Но в принципе я вырублю этот лес и этот лес. И тут еще шахту поставлю. Давайте наверное эту дамбу. Тем более тут уже два этих было наводнения буду получать с этого плюшки всякие. Уже 11 ходов. Так, этого я сюда отправлю чтобы он вырубил лес. Лагеря охотные будут деньги давать. Я думаю что лучше овец обрабатывать. Чтобы город рос. еще лагеря а вот и византия. кстати он ближе даже ко мне чем Колумбия но судя потому что нету городов просто на море мы с ними воюют воюют с мая похоже ну-ка очевидно проигрывает потому что в два раза меньше науки и в полтора культуры конечно же торговать с тобой нечем а не смотрите у чувака что-то есть вау наконец-то он даже заодно готов не работает сделать договор более равным как было поломано в прошлом патче так до сих пор и ты же десять предлагал блин какой этот мелочный да ну или я мелочный а что тут плаваю я хотел высадиться у мая и территорию разведывать кто-то ремонтировали мастерскую ну водяная мельница точно нет чудеса киллово кисеване о собор василия блаженного это мне в тикси надо построить сто процентов плюс одна пища производства и культуры на всех клетках тундры хотя конечно круче оно будет в туле как мне кажется потому что ну что тут в тикси раз два три четыре пять шесть семь клеток да а в туле раз два три четыре пять шесть семь ну кстати проблема в том что его надо с центром города строить рядом так что все-таки ну в тикси мне очень жалко эти клетки под него убирать тем более тут будет все-таки еда от морского я бы в туле построил собор Василия Блаженного и причем его бы каким-нибудь великим инженером на постройке да так хорошо киллуки сивани в Смоленске оно только на побережье ну то есть если я тут или тут ставлю то тут нужен театралка да тогда в столице тут вполне театралка давайте наверное построим киллуки сивани что тут я тут ничего не теряю если ее кто-то построит кроме меня надо ли мне просвещение вообще у меня так не так уж и много не так уж и много у меня кампусов и строений в них чтоб прям офигительный бонус был пока продолжим опять в очередной явно не про не про мою честь тут явно таких получилось небольших континент возможно у меня даже самый большой континент как бы на 4 ураган 4 категория ураган сибирской кстати я давненько не верил чтобы компьютеры не принимали гуманитарную помощь они обычно всегда это делают и закидывают деньгами может это тоже поправили хоть таким видом так тут я ничего не меняю так мне нужно чтоб Киев до 13 вырос я кстати в Киеве не кампус поставлю реально театралку сначала тут верфь нужна тоже опять он какую-то фигню обрабатывает а так три хода все-таки не ладно пускай два хода эта фигня в данном случае быстрее на ход выращивает город так поплыву-ка я апаться в каравеллы пожалуй этим может мне с Византией союз заключить и там тоже у меня просто около Византии плавает галерка только я не вижу у него границ на море чтоб я мог тут проотгрейдить пока союз не буду заключать реально уменьшается количество жителей тут настолько нехватания есть нормально Казань в Адуатоку и что из Казани не добегает до до Колумбии вау не думал что так далеко я бы тогда Сим экономически не заключал блин ну не знаю давайте в Самарканд что это вот это сбор вот это что это такое хочется даже купить слушайте давайте мы поукрепляем религию пока так вроде тут на великих людей неохота давайте одним апостолом уже укрепим вообще даже можно и двумя в принципе нормально денег а по-моему в центре кроме стен мне даже ничего не надо ага водяная бонусные ресурсы улучшенные фермами не знаю зачем мне водяная мельница тут одна еда одно производство ни за что ну как бы за 65 веры конечно древние стены древние стены средневековые древние ну эти нечего покупать уже валеттой конечно самое основное валетто это возможность купить плотины будет но еще когда вырубать тут лес тикси растет приятненько гавань гавань строится овечки стригутся верфь в мастерскую в кронштадте гавань маяк так следующим ходом нет не следующим еще два хода до возможности купить рыцаря блин он реально быстрее здесь вырастет чем я рыцаря куплю блин и где это моего гомер нашел везувий блин и не высадится тут нормально вообще расположено да пожалуй нет какие-то 30 дипломатических очков за кентерберийские рассказы пока нет тем более мы этих писателей сейчас хоть соли опять смоленск обратили твари так что 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 они к этому смоленску пристали объясните мне так сначала я я конечно мог бы с ними подраться по идее но я хочу укрепить религию сначала так что у нас осталось из зданий храм огня плюс вера верами и так дофига плюс одно распространение не хочу мировое влияние ага и все собственно собственно у нас 8 верований остались мировое мировое влияние наверное мечеть тогда ладно ну мне кажется что то что другое все осталось какая-то фигня ой что я сейчас сделал а все правильно футу тяре мискобара что то что другое в православии мечети у нас ну что поделать так тогда здесь мы ставим как раз мечеть и инквизитора покупаем эти дополнительное будет заряд кто там иудеи охренели тут ничего интересного ладно проплывем сюда так дальше что мы обработаем вообще у нас лагеря производства и пищу получать поэтому наверное лагеря здесь обрабатывать уже так бы они только деньги получали так вырубаем дамбы лес 6 ходов и хода станет 4 так тут мне главное следующим ходом шахту не поставить как я люблю побыстрее лагеря Что это, у меня эта партия прям Вся партия с тварями почему-то, не знаю Как-то так получилось Как же это все произошло Буря в Вавилоне Плюс три к православию Кстати, не стоит еще у нас Возрождение заканчивалось Какого хрена он ускорился, было десять ходов Он явно не десять, хотя Блин, да где тут пишется В любой момент уже написано превратиться Было десять ходов Где он там эти очки наяривает, я не понимаю Так, как-то По-моему у него снижаются очки Если у него юнит купить Треугольная торговля На дружественной территории Но я ничего не меняю тут Мне это нравится, что стоит Так, нанять у клана каравеллу можно Клан получит, а получит пять очков развития И тут восемь А тут потеряет пять очков развития Если, да, но его не на кого подкупить И если у него куплю котик каравеллу Он отсюда не выплывет Такое себе Так Значит я могу либо театралочку на плюс три здесь Ну зашу театралка, что кампус будет на плюс три Либо верфь Может тут верфь купить Плюс одно производство на всех клетках А, подожди Плюс одно производство на всех прибрежных клетках Без улучшений Но и так плюс восемь производства будет Короче, купил И построю театралку Там, где вот у меня стоит Метка на кампу Так, тикси, маяк, верфь Соликамск, мастерская Мечеть можно купить Это, наверное, торговца Еще у нас два Фасла В принципе Никуда не отправляю Акад дает Атаки антикавалерийских юнитов И юнитов ближнего боя Наносят полный урон городским стенам Ну, мне кажется Уже сейчас нет Это для начального Вот с Акадом Можно Вначале атаковать кого-то Там чувак построит стену А тебе пофигу А сейчас Когда у меня Катапульты есть Мне как бы Выгоднее даже Катапультами Сносить Стену угала Ну что, а мани взять Если тут смысл Кого-то Пингалу на исследователя Уже как-то Ну, хотя он даст В районе 13-15% Но он до сотки Ладно, давайте Пингалу На исследователя Должен по идее До сотки Довести науку О, бесплатная теха Банковское дело Кайф Мне кажется Это круто Нам надо Кстати Два банка Построить Чтобы экономику Ускорить Будь здоров Здесь апельсинки Пойдем Опять торговать Не с кем, да? Вот Тут уже Банковское дело Открыли Видимо Управление Стало показываться Так Я могу чем-нибудь Ну, понятно Черепахи Не буду делать О, благовония Смогу Монополию Между Какую-то Конкретно Монополию Похоже Дальше Серебро Смогу Монополию В апельсинках Просто Монополия Уже Табак Монополия Кайф Почему На Смоленском Хочет Хочет Прям Что за Странная Мания Смоленского Иудаизма Обращать Компьютер Что с тобой О, вот О, вот где пирамиды В Византии Ну, давайте Наверное Союз Заключим Давайте Вообще Кстати Я смогу К нему Отправлять Давайте Научные Тогда Пока Хочешь Чтобы я Ему Платил Блин Блин Мне тут Не дадут Высадиться У Везувия Я так понял Может Мне уже Писателей Возвращать Раз Я театральные Площади Строю Я вот Думаю Есть Маяк Промышленная Зона Тут Никакая Кампус Тут Вообще Нигде Не ставится Ну Я бы Мог Промышленную Зону Конечно Здесь Хотя Быть Поставить Кстати Мавзолей В Геликарнасе До сих пор Не построен Кстати Тут Было Наверное Даже И Неплохо Его Тут Верфи Надо Конечно Покупать Потому Что Она Очень Долго Строится Она Тут Наверное Строители Надо Убирать Какой Ни Район Надо Будет Поставить Некоммерческий Я понимаю Что он Больше Дает Соседство Но Сейчас Это Уже Немножко Бессмысленная Фигня Лучше Тот же Производственный Построить Который Этому Городу Даст Производство Выше Пошли Национализм У меня Должен быть По идее Как раз Формальный Повод Объявить Войну А не Нету Слушайте А где У нас Зарасширение Открывается Колониальная Да Это не Здесь Вот Зарасширение Я бы только Зарасширение Мог ему Видимо Я первый Нашел Рапаной То есть Это Ну Тоже Кстати Клаун Слушайте Так Это уже Не знаю Городов Восемь Наверное Знаете У меня еще Есть такое Предположение Что может Это зависит От того Что Компьютеры Захватывают Другие Городы То есть С этим Режимом Грубо говоря Мы поставили Вначале Огромную Карту 18 Городов Государств Предположим С кланами Должно Быть 24 То есть Кланы Смогут 6 Городов Но Раз Компьютеры Захватывают Города Государства То У Кланов Получается Все больше И больше Возможностей Поставить То есть Это Грубо говоря Такой режим Восполнение Городов Государств Вот Как-то Так Еще Кстати Тоже В комментариях Мне написали Интересно Попробовать Просто поставить Ноль Городов Государств И именно Чтобы они Появлялись Из кланов Это Кстати Мне кажется Даже Сбалансировано Потому Что Игроки Не смогут Получать Сильное Преимущество На старте Найдя Какой-нибудь Крутой Город Государства Джунглер Аютхай Нашел Вначале Да И у меня Офигительный Буст По культуре Пошел Так Строительную Инженерию Ускорили Какое-то Задание Аншана Выполнили Кстати Мне наскоро Надо будет Аншан Перекупать У боливара Ну Когда у меня Будут Шедевры Не хочу Пока Рационализм Ставить Повторю Потому Что Мало Мало Давайте Еще Наверное Одну Инквизицию Или Мне Хватит Одного Интересно А Новгород Че Православным Не Становится Так Ну Казань Тоже Все Улучшено О Предоставляет Броненосец С одним Уровнем Повышения Сразу Уголь Я бы Взял Броненосец Я бы Я бы Так Вот Дурак Кортер Правда 68 А У меня Не то с этой Стороны Блин Нету С этой Стороны Ни одного Города Если Только Тут Оплывать Я думал Может Какой-то Ну Город С воды Брать Антона В Новосибирск Переброшу Блин Там Вавилон Город Поставил Как-то Блин Я не Выкупил Вино Вот Я Дебил В очередной Раз Я просто Не ожидал Что там Кто-то Город Поставит Ну Просто Столько Территорий Вообще Везде Да Тут же Вот Хотя бы Вот здесь Где Уничтожили Город Вавилон Почему Заново Там Не Поставить Нет Он Почему-то Повел Сюда Поставил Город Хотя Ноланду Кто-то Берет Кто С Ноландой В войне Ну Видимо Гал Что Нет Тут Союзник Хамурапи А я Плыву Ее Обращать Блин Мне Кстати Надо Другие Города Пообращать А за Это Два Очка Эпохи Получай Ну Пока Там Еще Эпоха Не Заканчивается Еще Долго С Другой С Другой С Так Куда Тут Дальше Дымкать Так Пошли Кронштад Улучшать Ну Вот Видите 102 Науки Стало Благодаря Тому Что Пингаву Прокачал Ну Он 13 Науки Чисто С Жителей Имеет И Еще 15 Процентов Сверху К этому Добавляет То Видите Это Еще Плюс Четыре Ну Грубо говоря 19 Половина От Населения Это От Населения Не Только Само Население Дает День Пингава Вот Как раз Тут 10 Населения Будет Хорошо Видно Само Население Дает 0 5 Науки Каждый Житель 0 5 Науки То Два Жителя Одну Науку Дают Да То Соответственно Здесь На самом Деле Население Само По Пингала Просто За Каждого Жителя Еще По Одной Науке То Есть 6 Половины Плюс 13 Как раз Те Самые 19 С Половиной А Так Как Он Еще Дает 15 Процентов Вот Этот Модификатор То 15 Процентов От 13 У Нас 1 3 Ну Где-то 2 Науки Еще То Грубо Говоря Пингала Просто Сам По Сей 15 Науки Добавляет Не Считая Еще Процента К Жителю Это Вполне Ну Это Обычно К Начало Потому Я Сейчас Его Прокачал На 70 Ход Это Как То Поздновато Что Л Так В Наланду Больше Все Золото Давайте Кстати Отправим Пока Не Уничтожили Там И Вера Неплохо Идет Так Здесь Придется Тратить Деньги Ух ты Как Дорого Но Надо Потому Что За счет Этого У нас Город Расти Будет Слушайте А может Мне в Тикси Как Раз Геликарнасы Построить Кстати Вот Тут Вполне Тут Нормально Не так Конечно Например Много Клеток Как В том же Киеве Но В Киеве Во-первых Его Некуда Ставить Потому что Жалко Место Которое Он займет Вот Этого Да Тут Конечно Больше Клеток Я не спорю Но Тикси Должно Как-то Развиваться И она Точно Будет Эти Чисто Клетки Да Я бы Наверное Построил Именно В Тикси Так Киев Амфитеатр Тикси Гелик Странно Что Компьютер Как-то Не Не Любит Гелик Почему-то То есть Он не Понимает Его Выгоду Так Ну и Сколько Тут Уже Строится Собор 42 Хода О Храм Артемиды А Хороший Тут Храм Артемиды Тут Вообще Будет Нормальный Храм Артемиды Давайте Смотреть Он Работает От Пастбищ Плантаций И Лагерь Пастбища Плантация Два Лагеря Одна Плантация Это Вряд ли Мы Достанем Но Вообще Три Штуки Всего То есть Это Будет Плюс Три Довольства Ну С другой Сторона Чего Не Построить Да Ну Я Не Сейчас Буду Посмотрим Там Еще Лавра Пока Построится Ну Я Наверно Буду Апать В Каравеллы Уже С Карточкой Буду Дождаться Что Дороговато Так Ладно Поехали Писателями Домой Я Даже Этим Писателям Могу Ускорить Отправку Домой Просто Вот Тут Высадится Его Варвары Убьют Там Кстати Камень Надо Тоже Обработать Ну Ладно В любом Случае Пока Кронштад Еще Столько Куча Территорий Не Исследовано Хотя Вроде Нехило Так Исследую Торговца Так Чего Я Рыцаря Не Купил Не Ну Если Он Еще Приведет Апостолов Тогда Наверное Буду Мне Кажется Этого Одного Инквизитора Должно Хватить А Вон Плывут Что Сломали Ой Я Как Раз Успел Дам Или Не Успел Кажется Как Раз Этим Ходом Построил Так Что Дальше Мы Тут Обработаем И Надо Бы Конечно Серебро С Другой Стороны Город Надо Чтобы Рус Ладно Давайте Кукурузу Постоим Подождем Ну просто Так Ап 180 Это Дорого Так За 187 Город Тем Более У меня Еще Куча Юнитов Ждут Своего Часа Для Апгрейда Вот Тут Так Так Иудеи Вы Надоели Как раз У нас Можно Прямо Здесь Купить Инквизитора Ну Это Просто Ни в Какие Ворота На тот Случай Если Гал Захватит На Ланду Я Смогу Тут Отбивать О Добегает Наконец Так Ну В Панаму Ремонтируем Этот Пойдет Тут Обрабатывать В принципе Пошли Этот В Кронштадт Тоже Отправляем Так С Соликамского У нас по-моему Уже Два Бегает Да Давайте Вот из Новых Каких-нибудь Городов Из Петрограда Отправим Что у нас Тут Киев Ну Тут Все Обработано Кроме Вот Этой Клетки В общем-то В общем-то Все Блин Так Жалко Сто Монет Тратить А А ну Само Вообще Кинь Клетки Ладно Немножко Подождем Мне сейчас Жалко Деньги Тратить Я лучше На апгрейд Буду И В Соликамске Наверное Шпиона Какая-то Тварь Мне тут Даже Может В контрразведку Посадил Ну Оружейную Я уже Тут где-то Есть А не Есть Построить Оружейную Ну Давайте Построим Оружейную Три Хода Все Есть Дамба В Новгороде Ну Пора Пожалуй Промышленную Зону Сначала Плюс 10 А потом Кампус На плюс 5 И На этом Пожалуй Серию Завершу Продолжение Веселых Приключений Православных Уже Завтра Спонсоры Могут Попытаться Найти Продолжение Во вкладке Сообщества Надеюсь Проблемы С видео Уйдут Куда-нибудь Дух Проблемы Уходите Спасибо Что смотрите Играйте В умные игры И Всем пока Круто Камера Не включилась Да Что-то Какие-то Реально Проблемы Все Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока Продолжение следует